На Бельских муниципальных рынках продолжается модернизация, которая стала возможной благодаря существенному увеличению их доходов. Выручка выросла после того, как в рыночном хозяйстве навелись приходом Рената Усатова элементарный порядок. Торгующие теперь платят только через кассу или в банк, а не так называемым контролером. Продолжается работа. Хочу пригласить всех тех, кто там выступает и смотрит, или пишет новости на публике ТВ, посетите рынок на Пушкино-Бельско, посмотрите, как он выглядит. Бельцы, кстати, пришли на рынок. Ни у кого в Молдове нет таких столов. У нас в Бельцах на рынке все столы, на которые будут продаваться мясные изделия, это будут все столы с холодильниками. То есть даже прилавок, сам прилавок, сама столешница, она будет с охлаждением. То есть для того, чтобы люди реально покупали охлажденное мясо, то есть кто-то привез там телятину или свинину из деревни, как бы, нет смысла привезли на охлажденном столе, даже в жару. Они для этого предназначены. Заведующий центральным рынком Андрей Капсамун отметил для БТВ, что оборудование уже закуплено. Однако по просьбе торгующих работы по его установке начнут проводиться после зимних праздников. Нет, это убирается, это все убирается. На место них становятся эти столы, устанавливаются. Ну, единственное, дополнительно будут столики для того, чтобы можно было, как бы, резать мясо для весов отдельный столик. Все остальные не стоят уже? Нет, весы электронные. Да, все будет заменено, все. Куплено оборудование охлаждающей стерлы из нержавейки, которые будут установлены вот в этих рядах, это все будет сноситься. И, как бы, этот ряд у нас, два ряда будут стоять в витрины с охлаждением, ну, так как, в принципе, положено по нормативной документации, и так, как требует служба безопасности продукции, ну, и для удобства как покупателей, так и продавцов. Вот, это все планируется. Мы планировали сейчас начать, но так, как впереди у нас Новый год, и сами торгующие нас попросили, понятно, что у нас Новый год и Пасха, как бы, такое основное, то есть после Нового года, чтобы начали. Оборудование уже у нас на складе, здесь оно, в Мельцах, заказывали в России, в городе Смоленск. Благоустройством местных рядов дело не закончится. На очереди и другие. По мере поступления доходов все будет приводиться в порядок. У нас в плане еще подвезти пожарный водопровод, это для установки гидранта, это тоже потребование, то есть у нас он есть, но он уже пришел в негодность, эта система. Вот, ну, туалеты мы, как бы, делаем новые туалеты сделали, раздельно мужской, раздельно женский, как бы, с более такими нормальными условиями, будем так считать. Помимо местных рядов есть еще и другие, рыбные, сырные, молочные ряды, их тоже ждет модернизация? Надеюсь, что да. Все будет зависеть от доходов рынка. Естественно, надо делать. Модернизация также осуществляется на рынке Карачубану, на рынке секонд-хенда по улице Пушкина и на восьмом квартале. Конструировался рынок Пушкина, то есть рынок секонд-хенд, рынок восьмой квартал юбилейный, также самое на Байдуково у нас на рынке Карачубану тоже сделано. Ну и здесь еще центральный рынок самых больших средств требует. КОНЕЦ